Всем доброе утро, всем привет! У нас все по садикам, по школам, по работам. Редкий тот момент, когда я одна дома и сразу решила заняться приготовлением обеда. Сразу переделаю все дела и у меня будет свое свободное время. У меня есть филешка, я из нее буду делать куриные котлеты. Первый у нас есть супчик, поэтому наверное только котлеты сделаю. На гарнир будет картошка, я так думаю. Но это уже я почищу, приготовлю, приготовлю саму картоху уже вечером. И еще хочу приготовить творожную запеканку. Артем купил творог и нам нужно срочно его готовить, иначе он пропадет. Поэтому я буду делать свою фирменную творожную запеканку, которую очень любят дети. Все очень просто и легко тоже делается. Включу себе сейчас какой-нибудь фильм или какой-нибудь канал и быстренько займусь готовкой. Все котлетки готово. Останется на ужин только приготовить гарнир и порезать салат. Знаете, куда я сейчас отправлюсь? Я сейчас еду на поиски иммуномодулятора. Мы пропили иммунорикс. У нас сегодня остается последняя, такая называется, капсула, ампула с сиропом. И я такая вчера заехала в аптеку, там где я брала первую пачку. Я купила прямо в первой аптеке иммунорикс. Нет, второй, наверное, второй. Думаю, о, класс, как раз мы 10 дней пропьем, там 10 ампул. Я зайду в эту аптеку и куплю следующую. Вчера захожу туда, а они такие, у нас нет. На заказ 10 дней ждать. А там нужно пить иммунорикс 60 дней подряд. Я такая, ну ок. И сегодня я отправляюсь на поиски этого иммуномодулятора. Нет, вчера, по-моему, в какой-то еще аптеке я спрашивала. В двух аптеках уже нет. А мне еще мой врач говорит, что как бы его так нелегко найти. А я купила его с первой попытки. Ну вот, вот эту пачку, которую мы допиваем. Сейчас посмотрим. Буду считать аптеки специально. Ну как бы я буду сразу в крупные заезжать. Вообще, наверное, будут по пути вовсе заезжать. Аптеки. Скажу вам, с какой попытки я его куплю. Кто в комментариях спрашивал, при каких ворозах у нас не учится с 1 по 6 класс, у нас ночью опускается до минус 21. Вот сейчас минус 15 на улице. А так как дети утром идут в школу, дети утром идут в школу, и утром еще холодно. Вот в основном, я думаю, за этой температурой не отменяют занятия. Потому что там до минус 20 там с чем-то. Потому что вот уже к обеду минус 15, минус 16, минус 17. Вот так вот. Ну, ощущается, написано, что как минус 25. Но я не ощущаю. У меня теплый костюм, пуховик теплый. Я не ощущаю, что минус 25. Как бы... Купила я ему норец во второй аптеке. Первый не взяла, потому что там он стоит тысячу, сто с чем-то там рублей. Первую пачку я покупала за 800, и эту я тоже нашла за 800. Вот, оказывается, ну, достаточно распространенно. Либо сейчас пользуется спросом. Поэтому практически без проблем нашла. Поставила духовку разогревать. Сейчас буду готовить творожную запеканку. Размягченное сливочное масло добавила. Все перемешиваю. Все уже ингредиенты я смешала. Теперь все хорошо перемешаю. А, да, кстати, я перемешиваю толкушкой для картошки. Мне так удобно. Все, перекладываю тесто в форму. Что-то у меня в этот раз и какой-то творог другой. И получилось тесто какое-то такое плотное. Обычно оно такое более жидкое. Не знаю, что сейчас получится у меня. Но думаю, что-нибудь получится. Обычно у меня творог более такой мини-зернистый, более жидкий, что ли. А в этот раз был сухой творог. Все, теперь отправляю в духовку минут на 30. Хочу поделиться с вами своей обновочкой. Купила себе масленку. Вот такую. С этой стороны коробки вообще почему-то нарисованы оладьи. Не знаю. Причем такие аппетитные. Оладьи-панкейки. Как раз по размеру кусочек масла. Такие сейчас кусочки. Продают 180 грамм, по-моему, да? 180, да. 180-200. Я с вами помою и положу сюда маслица. Так, ну. Все натерла. Единственный момент. Вот у металлической посуды ее нужно натирать. У нее, потому что видны следы всегда. Поэтому это вот такой небольшой минус. Был бы пластик, там бы матовый. Ничего бы такого не было. Так, выкладываем сюда маслица. Смотрится, конечно, красиво. И закрываем. Оп. Ну все. Маслица готова. С такой маслом красиво масло на стол к завтраку подавать. Прям классно. У меня, кстати, есть специальная лопаточка вот такая силиконовая для того, чтобы вынимать выпечку. Так. Сейчас посмотрим, кстати, с таким боргом получилась запеканочка или нет. Гриш, смотри, осторожно, горячая. Горячая. Это горячая. Будешь запеканочку? Нет, горячая. Это горячая. Ну, подуем, она будет не горячая. Так, стой. Осторожно, горячо, не трогай. Так, теперь смотри. Вот сюда берем вот эту. Стой. И делаем вот так. Стоп. Делаем раз. И делаем два. Оп. Ура, запеканочка готова. Запеканку будешь? Вроде выглядит аппетитно. Сейчас будем пробовать. Ну, что, вам показать, как у нас поделилась запеканка. Это Гриша Надолька. Это Кирюша Надолька. Это папина долька. А где папины вообще нету тут ничего? Вот это давай, папина. Спасибо, спасибо. Это долька для тебя, пап. Видишь, как тебе? Спасибо. Тебя без внимания... А Гриша сам себе накладывал дольки? Да. Мы с Гришурей едем к врачу. Едем не просто к врачу, к платному. У нас Юлия Александровна рассказывала, врач, у которого мы лечимся, наблюдаемся уже очень-очень давно, ушла в декрет. И она посоветовала нам специалиста, педиатра, к кому мы будем обращаться, пока она будет в декрете. Расскажу, почему мы едем опять к платному врачу. Позавчера я была, записалась к нашему участковому педиатру. Я пошла. Потому что у Гриши начались ну, знаете, как бы сопли, не зеленые, но такие прозрачные. Он начал чихать, у него начались сопли. Кашля не было, было все нормально. Мы записались на прием, вовремя пришли, даже чуть пораньше. Она посмотрела горло, врач, послушала. Говорит, у вас все чисто, немного красновато горло, но это, скорее всего, после... А, нет, горло, она сказала, светлое, не красное, нормальное горло, немножко рыхлое, но бледное, как бы не красное, все норм. Я ее два раза просила. Ну, вот так и так. Ну, как бы мне кажется, что он там чихает, там, ходить в садик. Он такой, ну, ходите. Ну, потом, он тут все сказал. Я говорю, ну, так нам идти или не идти? Она такая, да, идти. В итоге он идет в сад, начинает жестко чихать, и плюс ко всему он начал еще подкашливать. В общем, я не вижу смысла идти к ней еще раз. Я как бы на него не обижаюсь на этого врача. Просто я уже пойду к врачу, она откроет, Гриша напишет справку, что мы сидим дома, и мы будем с чистой совестью сидеть дома. Просто вот честно, как бы, я уже ждала, когда нас отправят в поликлинику. В прошлый раз, когда Гриша кашлял, нам врач в садике написала на листочке, типа, у вас ОРВИ, отправляйтесь к участковому врачу. В каждом детском саду есть свой врач. Вот она приходит утром осматривать детей, и как-то два месяца назад она нас отправила домой, написала прям, езжайте к врачу, типа, у вас ОРВИ, летите с дома. Мы пошли к этому врачу, и она нас уже оставила дома. В этот раз, я говорю, я сама обошла, записалась, но нас дома не оставили. Просто я считаю нечестным, когда, ну, нечестным, нечестным, немного неправильно, когда ребенок подкашливает соплями, ходит в сад. Тем самым, ну, подставляются другие дети, и подставляются их родители. Я считаю, что это, ну, не очень хорошо. Когда я работала с Кирюхой, у нас тоже были такие случаи, когда мы выздоравливаем, идем в сад, кто-то подкашливает. Ну, вот я сделала, вот честно, все, что могла. Я пошла в бесплатную поликлинику, спросила, нам точно ходить. То есть, как бы с моей стороны я сделала все возможное. Просто еще раз идти к ней, но вот у меня, правда, у меня нет желания. Просто два дня назад я спросила нам идти в сад. Да, идите. Надо было нам писать, оставайтесь дома там, и так далее. Я не знаю, зажала на справку, или какой-то личный момент, я не знаю. Но я же видела, что он начинает заболевать. Как бы претензий к врачу у меня нет, просто я уже не хочу идти вот это все выслушивать опять. В итоге едем, открываем больничный, сидим дома и лечимся, восстанавливаемся, пьем иммунорекс. Но единственное, что я хочу сказать, иммунорекс, я думаю, нам сыграл роль иммуномодулятор. Просто к этому бы времени Гриша уже начал бы там, не знаю, температуру подниматься, еще хуже кашлять. Как бы вот сглаживается что ли процесс заболеваемости. Я не знаю, это может быть просто я так думаю. Нам просто надо пережить, нам просто надо поехать на море, закалить иммунитет и перестать болеть. Всей семьей причем. У нас в Саратове часто такое, минус 7 на улице, а у нас все течет. А, кстати, у нас занятия завтра будут. На этой неделе только в пятницу дети учатся с 1 по 6 класс. Все остальные дни они отдыхали. На уроке все равно задавали домашку. Классную нет, домашку да. Так, ну что, были мы у врача. Хрипов нет у Гриши. Блин, и слава богу, что хрипов нет. Очень сильный отек. Будем восстанавливать дыхание, потому что нос вообще не дышит. И за счет того, что нос ночью не дышит, там позади стенки ночью спускается и ночью у него каша. Вот, поэтому мы будем теперь сидеть дома. Ну, имею в виду, пока что в садик мы не будем ходить и будем устанавливать наш нос. Нам даже никакие лекарства покупать не надо, потому что дома у нас все это уже есть. Что-то, кстати, из сорцоминных лекарств тоже Гриша ими будет лечиться, там пересекаются препараты. Я сейчас Гришаню завожу домой, еду на тренировку. После первой тренировки я, конечно, следующие два дня ходила как робот, у меня болели все мышцы, но главное это привыкнуть за месяц. Привыкаешь к любой привычке, как плохой, так и хороший. Если, нет, по-моему, там то ли месяц, то ли три месяца нужно, чтобы выработаться привычки. В общем, я в этом месяце буду покупать себе абонемент, клуб мне понравился, все, буду ходить заниматься и сегодня второе занятие. У меня три занятия у меня бесплатных, сегодня второе. Том с Кирюхой с тренировок. У меня своя сумка у него, своя сумка. Два. Семья спортсменов прямо у нас. Гришаня здесь настроил у меня на кухне лего. Кто все это будет убирать? А тут тепло, потому что здесь теплые полы, поэтому вот играете. Ну ладно. У нас небольшая закупка продуктов. была на рынке, пока Кирилл... У меня тренировка закончилась раньше, чем у Кирюхи я заехала на рынок. Купила продуктов. Купила, как обычно, два десятка яйц, мекарства, только мы покупали, они начинают заканчиваться. Там осталось четыре яйца. Яйца у меня должны быть всегда дома, потому что для моего меню и вообще часто готовлю. В многих рецептах есть яйца. Я предпочитаю брать их на рынке. Сосиски взяла на завтрак, например, в школу Кирюхи отвариваю быстро, чтобы завтрак приготовить. Пельмешки. Мне кажется, мы такие уже брали. Пельмени, ничего такие с говядиной, свининой. Огурцы по 390, поэтому я не стала брать их много. Взяла на салат. Два огурца 80 рублей вышли. Помидоры тоже у нас есть, поэтому я парочку взяла, что хуже были. Как сказать, фрукты нянь, яблочко. Огурец. Огурец. Сгущёнку. Вот сегодня была запеканка, сгущёнки не было. Вот это, кстати, очень вкусно. Сгущёнка, кофе. Это пельмени. По-моему, Беларусь. Это пельмени. Это пельмени, да, и хлеб. Очень вкусный хлеб. Магазин называется Честное молоко. Я купила, он ещё горячий был. Он прям обалденный. Я прям говорила, а у меня слюнки текут. Я к парням взяла, я, конечно же, не буду. И, знаете, в Инмарте, по-моему, Инмарт называется, продаются обложки, которые идеально подходят на учебники. Перспектива называется. Он прям супер подходит. Я прям сфотографировала и пошла ещё купила четыре обложки. Сейчас вам покажу. Вот для таких тетрадей, рабочих и учебников прям идеальная. Это га-я-я-я-я. Да. Вот мы покупали вот эту. Она, знаете, такая, как, как сказать, тонкая, что ли, обложка. А вот эта обложка, она прям как клеёнка на стол. Поближе вам покажу. Не знаю, марки никакой нет. размер 26 на 42. Какая у тебя идея, Гриш? Гриш, у тебя есть... Пять. Давай. Пять. Знаешь, какая у меня идея? Давай лекарства примем с тобой. Пойдём, спускайся, пойдём лекарства принимать. Вот так вот мы кашляем. Спускайся. На тренировку не ходишь? Тренируйся. Ты ему головой на потолок не... Ты прыгай ещё, я тут при чём. Ты ему головой только по потолок не докинь. Всё, хорош.